Отделение пулевой стрельбы Бельской спортшколы номер один получило в подарок от примара города Рената Усатова три новых учебных пневматических пистолета. Стоимость каждого более одной тысячи евро. Спортсменам их вручил в субботу 14 января муниципальный советник Николай Григоришин. Приобрел, Ренат Георгиевич, оружие для вас. Как мне сказали сегодня с 1988 года, оружие никто школе не дарил. Я думаю, это будет сегодня хорошая традиция в канон Рождества дарить оружие. Начнем с этих трех пистолетов, а дальше как тир будет у нас развиваться. Я думаю, что отделение именно стрельбы в Бельсах будет развиваться сейчас по-новому, не так как было. А то вы знаете, как эти умники, они только крали деньги, а нет, чтобы влаживать в детей, таких как вас, понимаете. И говорить вашим тренерам спасибо, что они вас оттягивают и забирают с улицы, чтобы вы были постоянно в спорте. И для себя, и для здоровья, и для города делали что-то прекрасное и отстаивали нашу честь города на международных турнирах. Поэтому примите дар от Рената Георгиевича эти три пистолета. Ну а дальше, я думаю, пойдем уже и по винтовкам, что нам там нужно будет. Почему это оружие важно? Потому что выезжая на мировые соревнования, мы не имеем с чем выезжать. Ну, на сегодняшний день уже у нас есть это оружие, и мы оправдаем надеждой. Наши спортсмены оправдают наши надежды. И я думаю, что у нас будет все отлично. Ну и большое-большое вам спасибо. Стрельба это просто... Это очень форта такой. Это олимпийский. Это классный. Конечно, то, что у нас в Берцах со стрельбой сделали, сколько они ворвали денег, они могли здесь построить у нас такой тир, чтобы его в Молдании нет. Понимаешь? А у нас бедный там он, так сказать, там держится. Сойдите к нам в тир, посмотрите. Я зайду по стрелять. Зайдите, посмотрите, как мы тренируемся. Особенно в холодное время. Я знаю, слушай, знаю, но выходили на нас с предложениями с Кишинева, значит, владельцы какого-то тира, но они хотели здесь сделать его не как мы хотим, муниципально, они хотели сделать его частным, да? Да, нас мешают. Ну, будем об этом думать. Что? Их же нельзя ставить в покое тут. Тем более такие руководители хорошие. Куда мы стреляем? Дело в том, что ребята приходят, ребята хотят, но это дорогой вид спорта. И, понимаете, не каждый может приобрести. У нас есть ребята, которые, родители, которые сами покупают. Но это, извините, это очень дорого. Не каждый может, ребенок это позволит, каждый родитель. Как правило, у нас занимается спортом из бедных семей. О! О! Инвентарь в этом отделении не обновлялся с 80-х годов. На 18 спортсменов приходилось всего две учебных винтовки и три пневматических пистолета, два из которых в данный момент нерабочие. Подарок от Рината Георгиевича долгожданный. Вот эта модель, которой пользуются дети. Это год выпуска, наверное, еще 80-й. Ну, сами посмотрите. Это что, принадлежит школе, я повторяю? Таишь 46. Таких три на отделении. Из них только два рабочих. То есть один рабочий. А вот это, по сути, набор запчастей, которые держат в холостую ребята. Ну, я назвал ее гантелей. Ну, так она и называется. Он не стреляет. Причем, я даже стесняюсь назвать его остаточную стоимость баланса. Потому что там 12 тысяч лет. Это смех просто. Его списать давно надо. Винтовка. Год выпуска, наверное, 80-й раньше. Это чуть-чуть лучше, а чуть-чуть. Это уже немецкая, западно-германская. Ну, это 80-й год выпуска. Файнвербау 300. Абсолютно модернизированный другой прицел советский стоит уже. Затыльник тоже советский. Намушник советский. От него осталось только железо и дерево. А вот это, вот это нам просто дано во временное пользование динамовцами Кишинева. Смотрите, как оно разительно отличается. Хотя и это, 90-й год выпуска. Вот мы тоже хотели бы, чтобы и винтовочникам нашим досталось что-то. Они так же заслуживают, как и пистолетчики. Ребята говорят, что в идеале у каждого спортсмена должно быть собственное учебное оружие. У меня семья не такая богатая, чтобы покупать такое лужио. Один пистолет, такой, как нам нужен, спортивный, стоит тысячу с чем-то евро. А у меня нет таких денег, чтобы купить самой такой пистолет. Я уже занимаюсь третий год. И есть успехи большие. Например, самые большие? Ну, самые большие. Самый большой мой успех – это то, что я еду в Мюнхен на следующей неделе. Это моя самая большая мечта. Еще в детстве я мечтала заниматься стрельбой. И мне это нравится. Это, можно сказать, мое хобби. Я хочу достичь больших успехов. Поехать на меговые соревнования, занимать места. Благодаря за нашу честь, за честь наших бельц. Быть самым лучшим стрелком. И это поможет мне в будущем, так как я хочу поступать в полицейскую академию. Мне нравится этот вид спорта. Еще мой папа тоже охотник. И он тоже стреляет, но с ружья. Я хотел сначала пойти на винтовку, но из-за очков я не смог. Стоит отметить, что несмотря на условия, в которых занимаются спортсмены, в секции пулевой стрельбы и нехватку спортивного инвентаря, они завоевывают медали на соревнованиях различного уровня. Субтитры создавал DimaTorzok